Да будет пир! Сын Садыраджапарова сыграл свадьбу, а Хамчик-Ульбай выдал дочь замуж. Между тем, племянницу Сорамбая Джейнбекова посадили в СИЗО и сразу выпустили. А также первые шаги для защиты здоровья от вируса. Обо всем этом расскажем в нашем блоге «Кстати». Вчера, 28 марта, прошла свадьба сына президента Садыраджапарова Рината. Согласно информации, большого тоя не было. Свадьбу провели в узком формате. Ринат родился в 1997 году. Невесту зовут Аяна. Ей 21 год. В настоящее время она учится на третьем курсе факультета китайского языка национального университета. Ринат и Аяна встречаются уже много лет, говорится в источнике. Отметим, Ринат – сын брата Садыраджапарова Иркина Джапарова, который погиб в автокатастрофе. После его смерти Садыраджапаров забрал Рината в свою семью. Но на этом праздники не завершены. Криминальный авторитет Хамчик-Ульбаев выдал замуж среднюю дочь Иркаим. Посмотрите, какое сегодня красивое мероприятие. Как уточняется, Иркаим вышла замуж за молодого человека по имени Руслан. Ему 25 лет. По национальности он уйгур. Его родители и он живут в Бишкеке. В выходные прошли сразу два торжества. В субботу 27 марта провели мусульманские обрядники. Второе же торжество – свадьба, которая прошла на следующий день. Отмечается, что на торжестве пели знаменитые певцы местной эстрады, в том числе Мирбек Атабеков. Напомним, в 2017 году Кульбаев выдавал замуж старшую дочь Саниру. Ее мужа зовут Ахбар и он из Нарынской области. Тогда видео со свадьбы также были распространены в социальные сети. Всего у Кульбаева четверо детей – сын и три дочери. Племянницу экс-президента Сурумбая Джейенбекова Гульзат Контороеву, дочь покойного Контора Джейенбекова, посадили в СИЗО по факту мошенничества. А на следующий день ее отпустили под домашний арест, так как она возместила ущерб. Что это было, блядь? Известно, что Контороева получила от бизнесмена Джалабада 20 тысяч долларов и 450 тысяч сомов за то, чтобы его не привлекали к ответственности. Но получив эти деньги, Контороева потребовала еще 80 тысяч долларов. Однако бизнесмен отказался давать их и потребовал вернуть уже переданные средства. Тогда женщина стала угрожать уголовным преследованием. Да, даже виды правды. Контороева была взята под стражу в СИЗО номер один Бишкека на один месяц с решением Ленинского райсуда столицы по факту мошенничества. Однако она возместила ущерб и потерпевший написал встречное заявление. Поэтому Контороеву отпустили. Следствие продолжается. Сегодня, 29 марта, в Кыргызстане началась вакцинация от коронавируса. 19 марта в Кыргызстан поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Синафарм. Первым вакцину получил министр здравоохранения Аламкадыр Вишиналеев. Спокойно, я еще не колю. Президент Кыргызстана Садр Джапаров получать вакцину не будет, потому что, как объяснила его пресс-служба, у него достаточно антител. Вакцина – это гуманитарная помощь от Китая. Первыми вакцинироваться будут медики, соцработники и сотрудники правоохранительных органов. А будете ли вы вакцинироваться от коронавируса? Пишите нам свои ответы, оставляйте мнение. Это будет, как всегда, кстати.